КОНЕЦ 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 действительности между собой. Что касается первого момента конфликта России с Украиной, я скажу, что если вы взглянете на историю, то увидите, что это привычное дело в различные периоды в историях различных стран. Люди преувеличивают значение столкновения России с Украиной и раздувают его. Люди вообще любят делать вид, что они живут в период сенсаций. Много говорят об этом и в СМИ, появляются много аналитиков, которые обсуждают ход войны, спорят между собой и так далее. Но на самом деле, когда ты смотришь на историю войн в мире, то эта война не занимает такое огромное значение, которое ей придают СМИ. Естественно, из-за того, что к делу имеет отношение Россия, Запад раздувает эту тему. Вспомните о Первой мировой войне, о Второй мировой войне, о Столетней войне между Англией и Францией, о Семилетней войне в Европе, о войне Османской империи с Россией на протяжении нескольких веков, о войнах Японии с Китаем. Все это ужасные войны, через которые прошла Земля. Но Земля в порядке, она продолжает существовать. На самом деле, такое представление, что Земля может загинуть в результате войны двух государств или даже в результате величайшей ядерной войны между десятью странами Земли, я считаю такое представление детским. Думать, что Земля погибнет таким образом, это по-детски наивное мышление. Конечно же, это результат завышенных представлений о ядерной войне. Знаете, ядерные взрывы можно сравнить всего лишь со вспышками на Солнце, например. Чтобы вы понимали, что такое ядерная мощь для Аллаха. Производимые взрывы для огромной планеты, галактики, это громадные творения. И цивилизация не может с такой легкостью исчезнуть в результате борьбы двух сторон человечества на Земле. Это напоминает мне о группе трех-четырех летних детей, которые бегают со своими бутафорскими пистолетами и автоматами, думая, что они в самом деле занимаются важным делом, что они атакуют, что они защищаются и что они достигают каких-то целей, тогда как они всего лишь играют в войнушки. Что случилось, когда Америка сбросила две бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Хиросима была уничтожена и Нагасаки была уничтожена. Но Токио, как был, так и остается густонаселенным, с ним ничего не стало. А также другие города в нескольких километрах от них. С ними все было в порядке. Для того, чтобы разрушить Землю ядерными взрывами, нужно послать бомбы в каждый город и в каждое село на Земле с ее миллиардами. В Хиросиме и Нагасаки погибло сколько? 70 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч в каждом из них. В мире почти 8 миллиардов человек. Аллах не позволит этому миру разрушиться в результате борьбы между людьми. Кто-то может философски заметить, что, возможно, это Аллах подтолкнул их к этому для создания причин гибели мира. Я скажу, нет, наш Господь ни за что не возложит конец света ни на какого человека. Никто не сможет сказать, этот человек сошел с ума, он решил развязать ядерную войну и погубил Землю, и гибель Земли будет на его счету. Нет, наш Господь лишит человечества этой возможности и сделает это, зависящим целиком только от Него, и таким образом, чтобы абсолютно никто из людей не мог притязать на то, что стал причиной этого. Это дело полностью во власти Аллаха. И это ведет нас ко второму моменту, к теме гибели цивилизации. Или ведет к одному из аятов священного Корана из Суры Юнус, где Всевышний Аллах говорит, «А когда земля покрывается узорами и становится красивой, и ее обитатели думают, что у них есть власть над ней, тут наше решение воплощается на ней, за ночь или за день. Мы превращаем в жневье так, словно еще вчера того изобилия и не было». Таким образом, мы объясняем знамения для людей размышляющих. Вот мы и размышляем об этих словах, которые сказал Всевышний Аллах, и которые Он разъяснил. «Люди сейчас думают, что земля подвластна им, не так ли?» Люди, которые жили за 500 лет до нашей эры, жили примерно так же, как жили люди в начале нашей эры, а также примерно так же, как жили люди спустя тысячу лет после начала нашей эры. Если и были какие-то изменения, то они были весьма незначительными. Я посещал некоторые постройки в Риме, в которых жили люди еще в первом году от Рождества, или даже за 100 лет до Рождества, есть такие все еще дворцы и тому подобные постройки. Многим из дворцов, которые есть сегодня сотни или даже тысячи лет, когда ты посещаешь дворцы, которым тысячу лет, которые также неплохо сохранились, или до Рождества, или спустя 500, тысячу лет, или даже 1500 лет после Рождества, все они в общем и в целом очень похожи друг на друга. На Земле случился скачок, начиная примерно с 17-18 века по наше время. В этот период были совершены разительные и стремительные скачки. А последние 30 лет на Земле вообще отличаются от всех предыдущих. Если вы посмотрите, например, видео, на котором запечатлена жизнь в 80-х прошлого столетия, всего 30-40 лет назад, вы увидите, будто люди живут совсем в другой реальности, не той, в которой мы сейчас с вами живем. И этот стремительный прогресс производит такое впечатление, что Земля полностью подвластна людям, что они могут делать с ней все, что захотят. Это ошеломительный прогресс в ходе развития истории, в отличие от прошлых лет. Из-за этого у людей возникло такое ощущение, что они контролируют Землю, что кто-то может разрушить ее, что лидер какой-то страны может принять решение о запуске ракет, или глава Северной Кореи, или кто-то еще может нажать на кнопку где-то, и весь мир погибнет. Люди возложили гибель мира на людей. Но это невозможно. Что говорит наш Господь в данном аяте? Тут наше решение воплощается на ней. Когда настанет этот момент, когда люди будут так считать, и поэтому мы говорим, что время уже близко. Время уже близко, потому что люди сейчас действительно стали считать, что они способны контролировать Землю. У людей не было подобного мышления 400-500 лет назад. Оно появилось после важных изобретений, заметного научного прогресса. И этот прогресс движется высокими темпами в геометрической прогрессии. График научного прогресса в первые 500 лет нашей эры в целом постепенный. И в следующие 500 лет первого тысячелетия развитие шло относительно одинаково медленно. Однако внезапно в 17-18 веке случился огромный скачок развития, который продолжается по сегодняшний день. Прогресс прошлого года не сравнится с годом нынешним. И вот такой вот стремительный прогресс вызывает у людей такое ощущение. И когда это случится, воплотится решение Аллаха. Тут наше решение воплощается на ней. Что говорится дальше? В одну ночь или в один день. То есть решение воплотится за мгновение. Война, какой бы она ни была, не сможет так сделать. Какой бы ни была война, она не способна за мгновение разрушить весь мир. Такое сможет сотворить только нечто вселенское. Наш Господь отдаст повеление о вселенском явлении, на которое не способен никто из людей. И никто из людей не сможет притязать на него. И никто из людей не сможет избежать его. Они не смогут убежать от него, даже если и будут о нем знать. Все, это конец. Будет веление от Аллаха о погибели. Мы превращаем землю в жневье так, словно еще вчера того изобилия и не было. Сказал Катаде, словно еще вчера того изобилия не было, означает, словно еще вчера земля не была в благоденствии. Господь не уничтожит полностью все человечество, потому что это еще не судный день. Это произойдет до наступления судного дня. Но он уничтожит это богатство, эту цивилизацию, эти блага. Он уничтожит блага, все материальные возможности, которыми наслаждается человек в это время, когда он считает, что является хозяином земли. Все это погибнет, исчезнет. Так, словно еще вчера того изобилия и не было. И люди будут жить в таком же отсталом положении, в котором они пребывали до этого ошеломительного развития цивилизации. Кто-то спросит, судный день обязательно должен наступить в это отсталое время, лишенное цивилизации. Или может судный день наступит и появятся большие признаки судного дня, такие как даджаль, второе пришествие Иса, алейхиссалям, восход солнца с запада и другие, тогда, когда цивилизация будет продолжать свое существование, и мы будем жить так же с электричеством, с автомобилями, с самолетами, ракетами, с интернетом. Может ли быть такое? Нет, не может. Я говорю не может не потому, что я ведаю о сокровенном. Однако об этом ведает посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И он, алейхиссаляту вассалям, рассказал нам о будущем, и мы твердо в это верим. Все большие признаки судного дня проявятся во время глубокой отсталости. Все достижения цивилизации исчезнут. Великая апокалиптическая битва, о которой мы скоро расскажем подробнее, сражение Великой апокалиптической битвы будет вестись мечами и на лошадях. Посланник, алейхиссаляту вассалям, даже упомянул, что он знает имена десяти всадников, которые будут участвовать в этом сражении в финальном завоевании Константинополя, которое случится незадолго до судного дня. Он, саллиллаху алейхиссалям, знает имена этих всадников, и знает имена отцов этих всадников, и знает цвета их лошадей. При завоевании Константинополя мечи повесят на оливковые деревья, а когда придет Даджаль, он будет ездить верхом на осле. Это его средство передвижения, осел. А когда Иса, алейхиссалям, убьет Даджаля, он убьет его копьем. И когда появятся племена Яаджуч и Мааджуч, то они будут воевать пиками, то есть копьями. И многие другие примеры того, что жизнь обратится вспять, что едой будет самый обычный урожай из скот. Таковой будет общая атмосфера земли, когда будут происходить большие признаки Содного дня. Таким образом, в мире произойдет некое колоссальное природное явление, которое все погубит. Это природное явление произойдет по непосредственному велению Аллаха. Будь и оно будет. В определенный момент Аллах пошлет это, и все. Не будет обратного пути, и это будет неизбежно. Погибнет большая часть человечества. Миллиарды людей уйдут, и большая часть земли также будет опустошена. Многие земли будут покинуты, будут уничтожены, на них не будет больше людей. Я думаю, что это может быть, к примеру, землетрясение. Это самое вероятное из того, что приходит мне в голову. Почему я говорю землетрясение? Потому что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, также рассказал нам об этом. Например, в хадисе из свода Аль-Бухари от Абу-Хурайры, не наступит час до тех пор, пока не исчезнет знание и не участятся землетрясения. Он, алейхиссаляту вассалям, указал нам на это. Даже сам наш Господь в Священном Коране говорит, «О люди, бойтесь вашего Господа, поистине сотрясение часа будет ужасным». Ученые спорят касательно сотрясения часа. Это землетрясение перед судным часом, или это землетрясение после наступления судного дня, и уже непосредственно во время судного дня. И, между прочим, хадисы больше указывают на вторую версию, что землетрясения будут происходить во время самого судного дня, однако они будут происходить и до судного дня. Об этом также неоднократно говорится в хадисах. Например, в достоверном хадисе из свода Абу Дауда от Абдуллаха ибн Хаваля говорится, что посланник Аллах, алейхиссаляту вассалям, сказал, «О, ибн Хаваля, когда ты увидишь, как халифату становится на священной земле, под священной землей здесь имеется в виду Палестина или Шам, Левант, то это значит, что приблизилось время землетрясений и сумятиц». Под сумятицами имеются в виду беспокойства и тревоги. Когда приблизится время землетрясений, то есть в последние дни на земле, когда мусульманский халифат будет в Шаме, точнее в Палестине, главным образом, то это значит, что приблизилось время землетрясений, сумятиц и великих событий, и судный день тогда будет ближе к людям, чем эта моя рука в твоей голове. И он говорил это, положив свою руку на его голову. То есть в это время судный день будет уже очень и очень близок. И что случится в это время? Будет происходить очень много землетрясений. Эти землетрясения могут погубить весь мир. Если землетрясение будет силой в 10 баллов, например, по шкале Рихтера, то все, ничего не останется. Самым сильным землетрясением на земле было землетрясение силой в 9,5 баллов по шкале Рихтера. Это было в Чили в 1960 году. Это самый высокий балл, зарегистрированный в истории наблюдений. Было землетрясение в Китае гораздо раньше, в 16 веке, в 1556 году, если быть точным. Это землетрясение унесло жизни 830 тысяч человек за раз. Это самое ужасное землетрясение в мире с точки зрения последствий. А также другие землетрясения. Я думаю, все, кто сейчас смотрит этот ролик, помнят, какое цунами произошло в Индонезии в 2004 году. Источником этого цунами было землетрясение под водой у острова Суматре в Индонезии силой в 9,1 баллов по шкале Рихтера. Сколько погибло? 230 тысяч человек за одно мгновение. Меньше, чем за секунду произошло землетрясение. Никто не ожидал и некуда бежать. Высота волны достигала 35 метров. Это все равно, что 12-этажное здание. Представьте себе эту высоту. И куда ты денешься от такой волны? Эта волна от Индонезии дошла до Сомали. И теперь представьте, что если оно было бы силой не в 9,1 баллов, а в 10 или 11 баллов, а что если было бы 15 баллов? Ведь все в руках нашего всемогущего Господа. И он может повелеть, что произошло землетрясение. И он сам говорит, что увеличится число землетрясений. И пророк, алейхиссаляту вассалям, предупредил нас об этом. Хадисов о землетрясениях очень много. Я лишь привел некоторые примеры. Так что эти землетрясения могут погубить весь мир. И я полагаю, что мир будет разрушаться всего краев. Скорее всего, не будет Америки, а также Японии, Австралии и большей части Африки. Потому что во всех сведениях, дошедших до нас о событиях судного дня, эти события вертятся вокруг Шама, Леванта, Анатолии, Малой Азии, Аравийского полуострова до Йемена, части Египта, Ирака и отчасти Ирана. Вот и все. Помимо этого, ничего не упоминается. То есть на Среднем Востоке, в этом небольшом регионе, который является центром мира, вот где произойдут последние события перед концом света. И нет абсолютно никаких упоминаний о чем-либо в Европе, в остальной Африке или в Азии за Ираном. И когда я говорю Иран, то имею в виду Исфахан и Харасан в частности, которые упоминаются в описаниях последних событий. Вот это и будет центром существования людей. То есть миллиарды людей, живущие в мире, погибнут. Миллиарды людей не могут умереть от ядерной войны. Миллиарды умрут по божественному велению от природного явления. Потому что наш Господь скрыл знание судного дня. Никто не может сказать, когда наступит судный день. Он наступит в тот момент, когда ты не будешь его ожидать. Может, этот момент уже очень близок. Если Аллах отдаст повеление об уничтожении цивилизации, то наше решение воплощается на ней за ночь или за день. Если Он отдаст это повеление сегодня, то все. Завтра останется небольшая группа после этого уничтожения. Миллиарды умрут, и на земле останется несколько миллионов. И они будут жить на земле, в тех отсталых условиях, в которых жили люди за 500 лет до современных изобретений. И уже им проявятся некоторые оставшиеся малые признаки судного дня. А затем произойдут большие признаки. И кто-то из нас может застать это время. По итогу я говорил о двух моментах. Первый момент. Мы говорили о нем. Это то, что конфликт России с Украиной, или России с Америкой, или Европой, или Китаем, или с любой другой большой и мощной страной, которая только есть. Это никак не может уничтожить землю. И это не будет предтечей, чтобы никто не мог отнести это разрушение к тому или иному человеку. Это произойдет по велению Аллаха и по вселенскому явлению. Тут наше решение воплощается на ней за ночь или за день. В одно из мгновений почти вся земля будет уничтожена. Все люди погибнут, кроме ограниченного числа из них. И при них уже проявятся другие признаки судного дня. Прошу Аллаха принять от меня и от вас. Да воздаст вам Аллах благом. Уссаляму алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату.